что случилось то добрый вечер добрый вечер забыл что-то у меня это скайп меня не пускал пароль требовал другой вот пока быстренько-быстренько перенастроил немножечко вас почему-то в скайпе у меня нету я как раз смотрел сейчас почему вы делись куда-то а сейчас меня видно или нет но я вас то вижу здесь а потом уже поговорим по скайпу а там скайп зайдете вас нету нигде в списках я уже хотел сказать то ли забыл про меня но посмотрели вчера который мы сделали ролик понятно понятно дело в том что вопросы серьезно за заданная каждое слово разъяснял во свете библии как потому во свете библии все это ну просто мультик маленький для ребятишек ладно слушаю давай и хотя я неоднократно услышал я вас частично ответы на них и сам рассуждаю но периодически к возвращаешься где-то слышишь где-то задают вопросы но тем не менее один из таких наверно главных вопросов это вопрос имени божия вот мы читаем в послании римлянам 10 главе при первой стихе всяких кто призовет имя господне спасется но это известно что на пост осылается на пророка его или вот говоря об этом и вот собственно вопрос он как бы состоит из нескольких частей вот если говорится о имени господне то толкований потому что я тоже смотрел толкование их нет хотя не противоречит друг другу но тем не менее вот имя господне вот то что называли и древние люди и бога яхве вот это здесь на петрограмма и то что собственно имя господа иисуса христа и его что а что собственно как известно переводится а бог спасает а вот вопрос это призывание имя божия это призывание бога и собственно вот как бы святость божия заключена в самом имени потому что в молитве господней в общем то тоже мы каждый день это произносим во время молитвы да святится имя моё и кстати говоря интересно вот мне задавали вопрос адвентисты если кого бы святите имя господне да вот или как вот это с одной стороны другой стороны мне вспоминается ваша беседа очень интересная можно сказать архивная с отцом геннадием фастом когда он описывает свое такое достаточно интересное мистическое переживание когда он ну как по его собственному признанию ну как бы все слова отступили единственное что его как бы послал от этого какой-то там бездны или что-то подобное да вот призвание имя иисус и вот недавно я тоже слушал его лекцию и он нечто подобное упоминает игры что собственно говоря молитва иисусова господи иисусе хрестес и не божий помимо меня грешного и она в общем то сводится может быть сведена к одному слову иисус опять же здесь можно сослаться на то что на самом деле было суждено православной традиции это имя славе вот и гнать пиканович хотелось бы услышать от вас вот понятное толкование вот этого стиха и как понимать спасение именем господни тут ответить уже нечего все ответили так вот вопросы задаете уже сами на него и ответили имя славца я думаю сейчас я помяну а вы меня тут его и скинули это ересь церковь не признает это когда говорят призывают имя господне имеется ввиду господа в помощь даже в буквальном смысле то здесь когда нажимают на имя об имени то и не речи нет а имя господне сам господь то есть в нем и заключается что он господь я его признал я его призвал к себе надо здесь просто понимать что по контексту показывает не то что я буду думать а как ему имя назовем хотя многократно об этом салтыри везде говорится имя 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 никто не знает бог открывался всегда с одним именем называли его по разному открывался с одним восемь раз иегова перевели там феофан затворник горов он говорит что это не так а ягвы правильно не будем ничего толковать здесь уже все сказано библия есть и надо этого придерживаться я подхожу к этому всегда очень просто мне это не надо идти в разрез с тем что умные люди двое из них канонизированы пиларет и макарий архимандрит алтайский я не знаю ни греческого ни еврейского и я буду доказывать как сейчас вот что земля не шар ну одиннадцать тридцать два третий езд опровергать шар это там вроде шифер какой то глупости конца нету со словарем едва находят мне это не надо и здесь когда говорится об этом просто господа имя иисус иисус на это есть определено кто имя господне произносит су и бог говорит без наказания не оставлю почему это не говорят если ты сказал иисус нигде этого нету что иисус и повторяй и теперь все молекулы разлетятся нет дабы господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно вот это просьба или помилуй меня это определенная иисусова молитва зачем я за эту грань буду залазить это от малого крохотного знания люди как с ума сходят это бывает большая ученость доводит тебя до сумасшествия тут еще приближается как так тому кто начинает называя себя мудрыми обезумели но здесь то ничего не надо я чего хочу конкретно сейчас господи услышь меня давить неоднократно говорит ухо его не отяжелело слышать и поэтому у нас в молитвах где бы ни молились утреннее мы имя господне и иегова произносим хотя бы один раз понятно о чем речь то есть мы как бы ставим здесь ограду оконтурили просьбу свою мы его имя не отрицаем я против того что богослужение имя иегова не произносится хотя бы один раз там молятся в псалтыре но хотя бы один раз имя иегова произносится 7207 раз кажется в библии так я еще и до конца не знаю с не каноническими это или нет похоже с одни одни канонические и мы его призываем то Адона как-то не иегова а то то же самое но я не могу ну говорить я знаю что Иисус а правильно Ешуа но я не буду на молитве говорить Ешуа никак я не приучен и кроме того у нас есть официальный перевод синодальный к этому надо подходить очень просто всякий кто призовет имя Господне это не означает назовет его по имени а означает примет его все что он сказал соблюдая заповеди, милосердия, поста, молитвы и он спасется а просто из вырованной празы ничего спасения нету а тогда куда библию девать ну как блаженны нищие духом ибо их есть уже есть царство небесное не будет как так смиренных духом сколько угодно можно найти а Бога не знают это только одна из ступенек на которой высвечивается радость которую Бог дает людям с определенным качеством качество это блаженны нищие духом оно на первом месте стоит то есть это очень трудное трудное надо правильно понимать и это делать и когда здесь говорят всякий кто призывает имя Господне тогда все еретики называют тогда все еретики спасутся его называют блудник и убийцы идут идут прямо молитвы берут живые помощи с собой я работал с преступниками не так понимается надо в совокупности брать в этом вопросе я никогда не видел затруднения нужно принимать и богородицу считать и достойное есть воистину и отче наш что церковь святая православная усыновила тут все есть никуда не заходить за это ты можешь смотреть по Библии противоречит что если я буду просить нет но вот когда Господи помилуй Господи помилуй бесконечно это противоречит это неверие я против вот этой чечетки сказал дважды трижды максимально уже все дальше никак а у нас как да еще Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй вот все а здесь на одном дыхании учатся семинаристы поднимаются и потом как шар проколотый опускается Господи помилуй а Господи не думает о помиловании он не думает ты скажи один раз со слезами с горестными нотками сколько слушай они делают горе мне увы мне и веры-то настоящей нету Господи помоги моему не верю как тому отцу я ничем не лучше и так же когда смотрю какую притчу о будном сыне Господи ты за стол меня садишь но ты и тебя мыл сначала дал одежду благодарю тебя ты позволил мне вписаться в это ты сказал верующий в сына Божий имеет жизнь вечную где в церкви не за церковь иначе еретики все веруют и Ария спасется и не истории я не думаю что дьявол не произносит имя он его не боится он прямо подошел к нему бросьте и ссылается в книгах сатанинских Иисуса называют по имени надо глубже смотреть это в совокупности все так вопрос у меня не возникал и я сейчас ничего к нему добавить не могу вот благодаря этому мне пятьдесят пять лет я иду этим путем ну уже можно сказать пятьдесят шестой год идет и ни разу нигде не было чтобы вот а вот неправильно слово Божие знай смотри вникай гляди в каноны считай патристику смотри как они понимали и утишься помолись и если у тебя что то не так помолчи об этом может дойдет нам нужно понимать когда люди против канонов воюют то я посчитал больше чем тысячу пятьсот епископов было на канонах на всех соборах и вот представь полторы тысячи и все это архиереи и я вдруг буду там вякать что то ну чего смеяться то надо мной да никогда и зачем мне это я просто верю остановитесь на путях ваших где путь древний расспросите я это взял у Иеремии там 7-16 для меня это достаточно вот так так слава вопрос на занятиях возник у вас на занятиях задали мне это вопрос а вы своим людям то про наши занятия это не говорите говорим пускай они приходят и что то будут слышать будут туда переносить у нас Сергей Пупков ведет ну я считал такое митрополит Виталий говорил заповеди евангелие это путь господень а каноны это вешки на пути чтобы мы не заблудились вот из потеряете до разъезда они ломают лозу и потом везде вставляют там метров через три и какая пурга бы ни была его видно все равно на расстоянии трех метров то видно и по вешкам каноны это вешки мне лучше это выражение нравится тем более я его не придумывал а какие малые малые заповеди нам даны блаженство кто одну из малейших заповедей нарушит малейшим нарешется малейшим то есть никаким отверженным вот весь ответ держаться конкретно именно так мы находимся на земле смотрим как спусту стекло почти в ощупь идем ну а каноны даны нам чтобы правильные дорогу не потерять они нас вводят в русло евангелия а сейчас главное приезжает священник ему говорят батюшка это не по канонам да бросьте вы каноны ну что вы придумали а сам 23 года то есть он даже диаконом не должен еще быть каноны шестой вселенский собор четырнадцать пятнадцатого правила а он теперь нахальный такой священник ужасно да кто эти заповеди соблюдает да зачем они нам нужны то есть он силу взял теперь 1500 епископ ты прочитай один раз хотя бы их прочитай второе правило шестого вселенского собора и они говорят сие изрекли трубы Духа Святого не торопись тут приняты были решения такие что какие книги канонические тебе все равно или ты сам решил исполнять не исполнять а хотя ни разу не исполнял мы вот правила не выбрасываем и притом и вы все исполняете ну назови меня священники пытались обличать я говорил на еврейском вопросе с евреями там я в корчме не должен ездить я не ем я никуда не хожу и они сели то есть подыскиваются по настоящему и здесь если мы нормально мыслим то они не свихнулись никуда мы будем смотреть заповеди и рассуждать а чем они вызваны если никаких нарушений не было по этому вопросу их заповеди не было они были а когда они уже правила пришли теперь мы понимаем а смогли ли они их закрепить с чем это было вызвано и теперь мы уже можем самые прелюдии устранить пока еще этого нету пока правила не ударило по нас вот сейчас человек один пришел к Сергею на занятиях и ну я думаю принял ни документы не проверил ничего и сегодня я его тут маленько поспрашивал и а человек от ищет я сказал что не надо а они ищут меня они постоянно звонят откуда-то я да что я слушаю вот ваши проповеди это да ну я знаю там сатана любит подсластить там где-то я говорю у нас тут храмов много и в епархии везде есть хорошие священники я знаю я ему отвечаю а там пятеро священников сзади стоят может слушают еще я о них отвечу идите к батюшкам да нет я говорил ну не надо больше не звоните проходит время опять звонит по другим именем или другой человек и звонит непрерывно я работаю на пруду пурга такая поднялась прямо пурга звонок у меня руки там все там в воде я должен открыть что а я вот там-то где-то живет я вот хочу вам десятину посылать там то другое я его знать не знаю а почему вы решили мне не говорит я знаю может быть сзади стоят там и слушают его в епархии местной я говорю нет вы найдите священника где исповедуетесь и по закону будет ну и поворачиваю если бы знал у нас некоторые есть которые я хочу вам платить даже вот сейчас один уже двое там из мусульман даже я ничего могу сказать я говорю если у вас хоть один процент даже ноль десятое если я неправильно пользуюсь средствами не надо я не возьму но мне не попадает ни рубля ни копейки никогда и нигде я просто знаю большая нужда где-то и туда я их употребляю я ему ответил все а этот хочу у вас креститься а почему у нас у нас есть священник знакомый здесь в местной епархии который крестит моченых а это уже что-то значит если где-то мы достучались вот там идите от трех до пяти лет подготовка вы еще ничего не знаете а так что раз да и получить нет это канон нарушаются правила вот раз другой ответишь и там хорошо и здесь хорошо надо маленько смотреть а то кончил академию военную полковник ГРУ а то вообще зарубежная разведка связана и сидит болтает а к нему подослали а он готовит квачков Владимира Васильевича а его на суде то ему и представили да какой же ты после этого кончал там академии кажется две академии военных кончил что ж ты язык то распустил все лучше а он записал и ушел вот теперь маши руками сейчас сидит в заключении это тихонький такой ему 60 лет тихий спокойный сидит там хотели там застрелить они Чубайса их оправдали а потом дальше больше а теперь вот он готовил воинские части поднимать вот несколько лет назад сидит тихонький зачем тебе было такое говорить ты ни о чем не говори даже выйдешь я знаю собака была так ей подцепили у нее внутри ее биотоками питалась где собака не была через собаку передавалась он тогда иногда с кем-то разговаривал и только в воде чтобы никого рядом не было и собака а собака рядом плавает и все это всплыло надо просто попутно сказать надо быть разумным лишнего не говорить раз потом говорить то что на суде божьем не будет вину поставлено не из-за боязни там кто-то за нами подслушает бог за всякое слово человек даст ответ за каждое слово и поэтому я дома молюсь а может у меня было сколько жучков там у меня ставили везде находили даже но мне нужны нету я пою песни церковные пою богородицу хожу пусть они слушают а есть кто ну есть так тем более а если нет я не согрешил ничем надо шире смотреть а иначе в узкие двери тебя будут заталкивать а ему четырнадцать лет заплатил запросил прокурор а максимум можно пятнадцать ясно что если помилования не будет она тут же не выйдет везде был в Чечне в Афганистане участвовал боевой полковник и вдруг так выляпался так что я когда говорю я маленько прицеливаюсь с кем когда не вижу по телефону то что воображаю что а может он там и не один да и зачем мне лишнее говорить то я именно так и понимаю как говорю не то что слукавило я вас не знаю может он за забором сидит тут говорит вот так все понял хорошо Илья Тихонович тогда еще один вопрос это вопрос это вопрос о научении вот продолжение ветхозаветной темы и ее преломление в новозаветное время вот мы читаем что списнили эти писания потому что они сидели все это по мне говорит Господь но это то время когда еще нового завета канона новозаветных книг еще не было вот также он говорит своим ученикам что все что они говорят слушайте исполняйте да но не поступайте так как они поступали вот вопрос о научении вот то что у нас есть это опеческое толкование которое принято церковью соборами для этого Господь и поставил учителей чтобы они назибали правильно вадимы духом святым и столковали слово боже вот в этом завете такую роль играли либо выполняли эти обязанности или виды ну выполняли вот как бы будучи некими такими эмиссарами как вот говорят сами рабины да они вот ходили учили научали у них были это предание мидроши которые называются вот вопрос если Господь говорит о том что слушайте то что говорят учителя то есть в синагоге верхозаветной церкви так назовем значит и это научение было истинно то есть вот толкование которое содержится в иудейских мидрошах да вот например вот его толковать в гиблии очень часто кстати говоря на них ссылается вот и вот например если говорить о верхозаветных книгах ну например пяти книжек то когда вот мы читаем святых отцов их толкования и скажем вот так вот сравнивая с мидрошами между ними ну не то чтобы пропасть или разница но они как бы вот разные по духу вот опять же речь не идет о противоречии но вот насколько например полезно и нужно ли христианину вот обращаться к вот верхозаветной ну скажем так в школе или к верхозаветной и можно ли что-то оттуда полезное подчеркнуть либо нет ну вот четко и ясно если человека не знаешь лучше ответить не считайте у нас томов в патрологии менее 300 300 300 томов это очень и очень много 300 томов у меня 38 и то метр сорок занимают на полке 31 килограмм а то брать ты можешь тогда когда знать со священным писанием ты можешь заблудиться на первом шаге а почему тогда они говорили у них понятия еще никакого не было о христе сколько я хожу с вами говорю они не верят ученики приближенные и не верите и он упрекал их за неверие после воскресения из мертвых и поэтому брать то что было в тумане у них главное то толковали что он слушайте что говорят так сегодня даже этого нельзя сказать и слушать то нельзя он колобродит что попало городит то как его слушать то сегодня намного хуже состояние там в детстве учили сейчас ничему не учат а в семинаре один Осипов там гонит им как говорят ненастную погоду и они учатся только оправдывать любое безумие любое беззаконие сегодня наоборот но в силе остается Матфея 22 29 заблуждаетесь не зная писания ни силы божьей сила божия она опытом жизни вот я просил и вдруг все стало так недосягаемо невозможно было и вдруг все возможно теперь у меня только дверь открыта для благодарения я на первую ступеньку просьбы уже не становлюсь даже все бог сделал как я просил все а еще проходит время я вижу внутренним уже оком понимаю что это милость не просто какая-то обыденная ежедневная чрезвычайная милость теперь я даже и благодарю то редко только словословлю пою аллилуйя и вставляю за это господи аллилуйя за это слава отцу и сына и святому я карабкаюсь на третью ступеньку на ангельскую и поэтому оборачиваться туда там где-то смотреть ну может быть это и надо тому кто пишет этюды как пас отец геннадий ему это надо и он берет как они писали чернила как делали я у него впервые это про ну его книжка вышла этюды но у нас которые дали посчитать она говорит я пока считаю третью страницу первую уже забыла а что там говорится вот так я правда от него взял там сколько-то ну вот как писали там непрерывно считали каждую букву на строчке легко отвечать людям которые ничего не знают и сказать как тщательно евреи хранили а не то что они умышленно бы портили что-то это вообще даже не знают о чем говорят да это масоны как Феофан Затворник недовольный был что перевели они там масоретским текстом замасонили здесь замасоретились там он ну прямо не хотел он это надо было греческий нет септугин то это перевод что же нам с перевода брать то ошибки увеличивать вот поэтому туда обращаться я никогда в жизни не обращался интересно когда юбилейная вышла библия Лопухина она в трех томах а в трех томах в каждом томе четыре части они отдельными выходили итого четырежды три двенадцать двенадцать книг было их соединили в три ну там бумага кажется в Стокгольме выпустили ну я купил дорого было потом у меня семьдесят два рубля а они продавали как раз еще не за триста рублей это для меня было это месячная у меня была достал принес в университет показал все молчат и решил по ним провести я едва-едва провел одни занятия пришел и спрятал или кому-то отдал он каждое слово какая буква стоит под ударением она и какая погода была все ну надо это ну люди то есть от бога не знают я им приношу я им приношу ничего больше кроме блаженного фефилакта и толкования святых отцов я много приносил и златоуста и прямо сирина там правда иронима стридонского у меня никогда не было так только кое-что по закоулкам подметал и поэтому обращаются туда то что было тенью будущих благ и те учителя которые толковали это толкователи их разная мидраш а мне они зачем они не канонизированы да в пиадете он знал что говорил бывший там раввина была Акила Симах подробно но я узнал все это не христиане златоуста легко было пользоваться они у него лежала и септуагин и еще и 4 перевода и о ней разница но разница не противоречит а расширяют я все беру допустим покатись либо приблизил царство небесное а в английском at the hand стоит покатись ибо царство под рукой приблизилось еще неизвестно может на километр а тут под рукой руку протяни оно по другому ну не противоречит тоже приблизилось и поэтому я разные переводы считал конспектировал начитывал перевод Касьяна Нового Завета епископа Касьяна хороший но никуда не годится против Синодального он вульгарный я этот перевод называю как в молитве говорится пренебесное 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 звучание я абсолютный сторонник синодального перевода я могу легко доказать любому кто не верит что это перевод лучший за всю мировую историю ни одного народа такого перевода нет столь богатый язык даже вот павского перевода Герасима Петровича псалтырь мы каждое утро читаем там можно наслаждаться языком изысканностью как цесарон будто говорит вот это класс был наивысощайший почему он меня отец Александр мне не ответил вы можете так переводить он даже шатнулся да нет таких переводчиков просто нету их нету они именно даны были богом на тот период когда переводилась Библия ни Хвольца нету у Даниила Авраамовича нету таких он работал с оригиналами он еврей чистопородный бень а тот тоже еврей Хвольсон вот так поэтому не пользовался но иногда у христиан которые христианом вызываются и они не православные кое-что брал по одной фразе вот мне у Литера нравится он говорит в мире есть одна только книга Библия и одна личность Христос вот ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны это от него брал еще три выражения другие какие-то там говорили из конфуции беру но это потому что на сегодняшний день очень близко меня даже некоторые упрекали мне сказать вот вы берете из тех которые не являются святыми учителями ну пропусти мимо то ну тебе не нравится это выражение оно очень емкое а что в писании этого нет нету этого нету просто нету этого у них слово Библии если в Библии прочитаешь слово Библии отсутствует в Библии его нету этого слова у Златоуста встречается редко я не знаю сколько раз я насчитал совсем мало мало это означает ну не больше тридцати может быть Библия и он говорит у кого в доме святая Библия дом делается недостигаем для дьявола да может их сто Библии положить и он не боится а на складах тогда ну ты понимай маленько шире что он говорит то недостигаемое когда по Библии живут дьявол что он будет делать а когда его огнем пожигают святой молитвы по стому молитвы крошат ему голову поэтому не обращаюсь конкретно о тех о ком вы говорите никогда мне вполне достаточно того что я запомнил Библию каноны жития святых и труды святых отцов Вселенской Православной Церкви мне этого очень хватает я вижу ни один из священников там ни Осипов ни Ткачев ни Смирнов никто таким арсеналом не пользуется он сам от себя вот говорит и все на этом я говорю до двери не дошли уже забыли а когда я говорю запишите да запомните наизусть подходит а мы уже это заучили я говорю Библия глава стих дальше златоуз кавычки открыты мы не все но кое-что уже помнят люди находят в этом красоту весь ответ аллилуйя и скажу что ни разу я не пожалел что держусь такой тактики от православия ни шагу ни кео цареградский символ есть упущение Духа Святого Господа Животворящего Господа Истинного оно стояло у старообрядства посталось как веру и Бога истина от Бога истины а Духа Святого они истинно выбросили поневоле вздрогнешь а Духа Святого как можно отбросить хотя Царю Небесную утешить или души истинные мы говорим мы его истинным называем так что вернуть надо и мы написали там епископу своему он говорит так это уже все синод православной церкви в 72 году принял равнозначно патриархия московская и зарубежная но мы заручились еще и бумагой от них что мы не против даже такое и когда приезжает сейчас патриарши у нас служат он станет дьякон там машет рукой и Духа Святого господа а они поют истину и сразу сбивается он малейко постоит а дальше тоже ну он опять рукой машет вернуть надо одно слово так вот тогда еще один вопрос я я некоторое время назад от одного священника как православной речи услышал такое интересное выражение контекст он такой достаточно широкий да он и не важен но фраза была примерно такая ну все таки у священника больше благодати чем у меня ну я так отложил задумался так возвращался несколько раз действительно так вот верно это или неверно а может ли быть наоборот мне вспомнилось послание апостола Павла Каризана вот 12.9 когда он просит у Господа Господа говорит прежде всего я просил чтобы Господь удалил но Господь сказал мне довольна для меня благодать моей вот то есть вот благодать Божья вот как бы это сказать сила или ну это понятно что неприемлемо но вот как бы количество там богатство благодати вот ее вот даже конечно вопроса конечно понимаю что он очень странный его формулировать слово но вот тем не менее вот может ли быть больше или меньше вот этого дарования Божьего Игорь Тихоновича вот во свете Библии написано дает говорит Господь жизнь и жизнь с избытком но если жизнь есть какая избытка то еще две жизни что ли будет вот здесь точно так же на определенное дело и вдохнул и сказал примите Духа Святого а дальше один восемь яни ждите обетованного Духа Святого в двадцатой главе он говорит примите у Евангелия от Иоанна а уже у яня рядом считаем ждите да получили нет получили отпускать и прощать больше ничего нету у них у них не было благодати на проповедь не было благодати изобразить это в писаном виде не было не было благодати бесстрашия она благодать многообразна об этом Феофан Затворник очень красочно говорит просто вот поэтому больше меньше нельзя говорить может быть я просто думаю так такого выражения нету но что на это дело ему не дано и могу ли я сейчас властью данной мне от Бога разрешить грехи которые ты сделал там против жены своей или против соседа или преподавателя нет у меня этого но на исповедь священник он имеет но у священника нет власти руку полагать а в крещении в помазании благодать одинаковую священников у епископов а у дьякона вообще нету он только помощник и в этом смысле правильное выражение ну как его выразить я не знаю не знаю сказать он вот допустим сектанты они уверовали но у них нет благодати толкования священного писания нету благодати понятия о церкви вообще нету они не знают у них нет освящающей благодати то есть прощать грехи совершать таинство святую литургию ни один сектант еретик этого не может он делать будет а вот все подделка как говорит об этом и киприан карпагенские их крещение есть осквернение и даже мученической крови они не смогут смыть грех разделения отдельный алтарь устанавливает отдельные молитвы все это отдельно грех разделения не смывается крови поэтому я не гожий но божий и чем больше меня толкут громят давят а сегодня у нас две проповеди на вечернем богослужении там в субботу сегодня 24 марта 18-го года считали златоуста что никто тебе не повредит если ты сам себе не вредишь никто и говорит самый злой это демон дьявол но повредил он его еще время до благодатное было благодати то не было а еще что когда мы считаем первая глава евангелия от иоанна и там говорит и благодать на благодать благодать и на благодать так что там меньше было первое конечно меньше первая благодать назван закон моисеев а вторая благодать которую господь принес толкование яна златоуста вот ответ значит благодать еще ничего нам толком не объяснило это слишком широкое понятие а вот теперь мы увидели благодать конкретно на священнослужителей а у другого есть благодать творения чудес скажи и гора сдвинется но у вас может сдвинуть у меня одна горошина не сдвинется на столе а что так благодать оказалась двух видов одна для спасения а другая чудотворная которая для спасения у меня превыше всяких мер Бог дал мне а той у меня нет крошечки совсем я когда узнал это и думаю вот мне не дана благодать расшифровать было этот стих не да а святому Иоанну старуста дано я от него взял поблагодарил Бога что был такой Иоанн Секундович жил в антиохии и много у меня научил я у ног его просидел всю жизнь спасибо Христос спасибо Христос да неделю удивительно ведь действительно да видите как феофан затворник говорит благодать трех видов не больше не меньше первое призывающее это проповедь идеи это дана всем всем кто будет проповедовать второе благодать обращающая обращающая совершенно от нас не зависит а как обратить это прямо уже благодать идет это уже миссионер миссионер от благовестника он отличается миссионерские отряды или там как сегодня миссионерский отдел патриархии это фальшь ложь его нельзя образовать это только два человека водимых Духом Святым все три уже нигде не говорит только по двое господь семьдесят по два двенадцать по два Кирилл Мефодий только двое ну что тебе объяснять то нету нигде нету чтоб толпой ходили и там подглядывали там как сейчас там эти семинаристы они же ничего не знают мертвое погибшим овцам Израиля и когда ты это знаешь ты понимаешь что благодать обращающая а почему вот к вам вот сейчас у меня несколько человек пришли и из мессианских евреев там и семья одна ну вот здесь он говорит я всю жизнь там среди протестантов был только один раз встретились вот со мной я сразу все то отбросил сейчас я православный не знаю как как не знаю другой даже не говорил а просто на нас натолкнулась и сразу обратилась моего там абсолютно ничего нету я почти каждый день получаю такие сведения и мы вас всей семьей слушаем и это нам Бог дал такое мы уверовали как принять крещение я не знаю ничего и поэтому мне за это ни награды ничего нету даже пытались там как говорил вот я буду говорить так же записали на магнитофон а там кто-то обратится через то что я говорю может обратиться а ты подражаешь можешь и не обратиться и это нельзя объяснить никак нельзя объяснить я это хорошо понял очень хорошо понял что ничего не понял мне очень нравится это что я очень хорошо узнал что я ничего не знаю и поэтому раскрыв рот просидел у ног святых мужей веры а кто говорит там где-то пляшет материт то меня это награда и зачем они бы нападали демона на меня если бы корабль был соломой набитый говорит она зато значит там жемчуг везут золото ну и самое лучшее золото это об одном кающемся грешнике столько сколько у тебя пришло нет на меня где нападают а потом кто-то говорит а вы могли бы общину создать вот как у Лапкина все кончилось все нет нет Иосифов он никому общину не создал у них там сплошной двор туда-сюда как у вас одеты там я не знаю у меня ходили на занятия в университетах одна встреча и все все переодеты да как так вы так зазомбировали их ну считай так все с краевой администрации сидят там с разных судей судьи там приходили все до одного и никто не курит а как предупредили выведем сразу если запах будет чтобы до занятий хотя бы сутки в рот еще не брал дальше будет видно это ну качество решимость и беспощадность четвертое пятое качество любого лидера а у этих которые ну там носятся вокруг моей колокольни да только делов то у них ничего и нету на них никто и не будет нападать я каждый день удаляю черный список заношу примерно полста человек если так вот смотрю где в интернете но вместе на путина и на патриарха документы больше нападающих а их нигде не видно они сами то и не выходят но только там что то он где то сделал там вот вчера что то насчитал эту ну ответ дядя вова мы с тобой вот когда прочитаете его увидите во свете библии я сегодня стал считать там пародии разные там шаржи что угодно переворачивает где то я не знаю сколько но уже больше пятидесяти роликов разные 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 люди это самая популярная песенка сейчас дядя вова мы с тобой это и даже не нравится прослушай ее сначала в оригинале зарядить а потом уже другое но когда я отвечаю вы в конце скажете свое слово а они 4 минуты 20 секунд а я отвечаю больше часа растолковываю что они не понимают о чем пели это ребятишки маленькие и тот кто написал Антонов там ну тоже он не понимает этого он не знает что это слова если их выполнять будет это смерть смерть намного раньше чем она предписана богом давайте аляску вернем так она продана за нее деньги получили это один из штатов Америки еще ты возьмешь глупости даже в глупости и то нужно какую-то границу иметь и сейчас если зарядить дядя вова это мы с тобой и мой ролик там когда выползает но во свете святой библии там нигде ничего подобного они смеются нет я на большом серьезе согласно библии пришлось просчитать целиком с семнадцатого и восемнадцатого глава откровения я показываю не в Волгограде только эту клятву дают речь идет что заклятая страна наша она приговоренная это о москве говорится она сожжена в один час будет огнем и показывает десять признаков десять признаков библейских которые говорят что речь идет только о москве при всем желании никуда не вывернуться я все их засчитываю каждый пункт объясняю тут не просто так там диссертации могут защищать вот так ну что ж Игорь Тихонович тогда просто вот вы прообщен а я буквально сегодня шел с работы и какая-то такая вот мысль возникла я действительно думаю какое нужно иметь орование и тамазание было чтобы в современных условиях создать право-честивую общину на традиционных условиях вот устоях русских и да это конечно дорогого стоит просто буквально сегодня шел как-то мысли вот и об этом рассветают ну тогда если подводить еще один краткий вопрос что называется подзанавес вот такой может показаться может может дерзкий но вот как вот на него ответить в третьей книге царств когда Соломон строит первый храм как известно он строит сначала храм а потом дом вот но дом больше чем храм вот вот как вот это вот объяснить или как вот это рассмотреть вот такой вот вопрос ну по порядку что означает храм если мы внимательно будем смотреть зарядить и где тут еврейское толкование размеры и все будет показано богу не тесно святая святых а остальные это женщины иноземцы которые принимают это все были на дворе тут у них достаточно жертвы приносятся во дворе а там чего для бога определенные но там все было в золоте для бога а для бога что для бога отвели иконку у нас божница вот тебе говорит бог а вот порог показывать на икону много ли места надо а Соломону надо было много места каждой женщине отдельные то ли то есть она там наводит там мытье слуги это для нее отдельно но если вы считаете что было их 300 значит минимум 300 надо было им где-то мест приготовить да еще 700 наложниц наложницы его то есть он нигде обедки не собирал он брал их конечно девственницы и прочее и прочее и поэтому оно больше будет и во много раз больше у нас какой там храм где-то а если взять сколько у нас потеряевки то да у каждого дом да общую кубатуру там взять так ясно что больше и люди какой бы ни был большой стадион а людей которые здесь взять их квартиры они может быть в тысячу раз больше вот и все тут ничего в этом никакой тайны нету и просто объясняется когда мы считаем султана брунея там пересчитывается 1400 комнат комнат я к примеру говорю там уже чуть больше было но спрашивается для чего ты в одну комнату зайди погляни ты не запомнил она в убранстве они не знают что делать что делать у него машины стоят у него машина и гоночные и дальше у него все есть то есть зачем в дуга они туалет построили я не знаю в кремле чище или нет там где-то разуться надо тщательно вымыть ноги и там везде мрамор все позолочено видно там русский зашел Мыкался, мыкался, не знаю, наверное, так обратно и унес с собой, зачем пришел. Не сходишь просто так. Там показано, сколько там, ой-ой-ой. Ну и действительно, у них есть средства. А у нас обыкновенный деревянный домик. Называется Сортир. Так вся Россия жила. А если он болеет, то ему это мрамор не поможет. Вот. А когда убили Джона Кеннеди, то его жена долго не засиделась. Она вскоре вышла замуж. И вышел за миллиардера Анастиса. Он на кораблях нефть там привозит. Ну вот, когда я начинаю таких людей где-то брать, постараюсь побольше узнать. Его спросили, какая самая большая у вас мечта или желание, чего вам не хватает? Сходить на двор безболезненно. У него рак прямой кишки. Все. У меня, говорит, я любой корабль за это отдам, чтобы один раз сходить. А уже ничего нет. Все обрезали, а рак дальше хватает, так и умер. Вот и все. А если ты нормально ешь, у тебя кишечник работает. И ты даже не замечаешь, что он работает, за два часа до сна уже, чтобы у тебя время было опуститься. И ходишь нормально, тебе ничего не надо, а ты счастливее его. Ибо здоровье человека дороже всякого сокровища. И вот весь ответ. Когда вот ты начинаешь вникать больше. Да что же, ученик один роптал так. Учитель, ну почему мы такие бедные? Он говорит, и ты тоже бедный? Ну конечно. Ну почему же ты так думаешь? Да ничего нету, нет, подожди. Сейчас глаза пересаживает. Один глаз нужно отдать. Ты отдашь его там? Да я чего ради отдам? И назвал ему цену. 15 тысяч долларов. Отдашь он, говорит, никогда. Ну это печень принимают, вот столько-то. Он перечислил ему. Да такое это сокровище, а то он ни с чем не согласился. Ну вот тебе и все. Так у тебя еще разум. У тебя еще надежда. У тебя совесть. У тебя друзья. У тебя прекрасный сон. Он бессонница не мучает. Как стал перечислять-то. Ой-ой-ой, это все во мне есть. Да прости, Господи. А что я язык-то высовывал? Научиться надо благодарить. Да что, я люблю природу. Меня спрашивают. А как вы думаете, голубью будет в Царстве Небесном? У меня такое стихотворение есть про это. Там и коршун примирится. Я бы мог его даже прочитать. Это очень хорошее. Сегодня попутно сказать. Пришли молиться, и кто-то мне стихи подложил. Афанасий, Афанасий и все фета. Фет. Ну понимаешь, нет. Лев Толстой, он его знал. Он стихи прислал. Он говорит, такие стихи любая лошадь может написать. Если бы она могла писать. Лошадь. А мне нравится только один куплет у него. Ласточки пропали. А вчера за Рею все, грачи летали. Да как сеть мелькали вон на той горою. Пропали, это исчезли. А у нас пропали, это сдохла корова. Пропала. И мне казалось, ласточки опрокинутые, вверх ногами лежат, а их коршуны едят. И маленький когда был. Там ничего нету. Нету. Я не поэт никакой, но уж совсем никак. Никак он. Говорит, земля дышит так. Раскрыла рот, проглотила воду. Ну так что угодно. Богатство. То, что у тебя знания такие вот у вас, вы знаете, разбираетесь во всем. Грамотно пишете. Это тоже дар Божий. Когда человек пишет, не надо ошибки даже выправлять. Это дар Божий. Жена послушная с тобою. Дети рядом. Ну то оглянись вокруг-то. Что делается-то? Ты разбираешься и в политике, и во всем. И где попало, ты не будешь голову подсовывать-то. Благодари за все это Бога. Благодари. Вот каждый день молимся, чтобы на правителя не было покушения. Каждый день. Мы вспоминаем всех подряд. И сирийского, и эрдогена, и турецкого. Всех поминаем. Почему? Такое повеление Божие. Молитесь за царей, не за своего только царя. И когда ты это знаешь, выполняешь на душе так легко. День прожили, покушения не было. Я благодарю Бога опять. Дай телу сон, а душе покой. Если Господе угодно, через сновидение вразумить. Дай добрый сон. Даже по-детски так скажи. И такой перевод мы имеем. Как мы счастливы, что такие люди были, такие талантливые. И были люди, которые издали Библию. Сейчас вот Новый Завет. Вчера одна позвонила, бывшая наша, ушла из церкви-то. Ну и они старенькие-то. А теперь-то совсем не ходят. А болела. Она говорит, болела. И сейчас только вам привет передает. Всех люблю. Ну и проще. Ну ушла что? Говорит, нет теплого туалета. Причина какая. Ну и нужно нам вот Евангелие там раздавать-то. Да сколько? Да я не знаю. Ну приезжайте, я говорю. На машине скажи ей. Двести примерно дам. Да куда мне? Вот тебе надо. Да двести-то разве много? Вот эти красненькие. За поблагословение патриарха Кирилла. Это хорошее. И сразу как будто никогда ничего между нами не было. С Богом хорошо. С Богом. Нашего-то этого. У кого земля-то была плоская. Он все тут воевал-то. Посадили его. Нет, сейчас сидит. Сидит. Да. Ну а дальше видно будет. Традиция будет там или что. Ну может быть. Депортацию. Это значит через всю страну в наручниках гнать будут. Из-за одного региона в другой. Везде по тюрьмам. И ничего нельзя сделать. Потому что человек на это шел. А у него прямо экстремистские взгляды. Это Россия не имеет права эту землю занимать. Это государственный вопрос-то уже. Президент, вся власть Антихристова. А патриарх и вся православная церковь Перетихия. Ничего этого не было. У нас крещение принимал. С ума сошел. Глаза бешеные такие. Я уж не называю. Ну ничего. Все это мы молимся. А больше нельзя ничего сделать. Человек еще пытается пыль пускать там. Пугать. А уже все. Нож уже. Ангел уже воткнул в позвоночник. Уже перерезанная артерия. Ты ничего не сделаешь. Вот так. О, отошло. А что же это? Ну и все. Погасло. Да, все. С uneинтересно. Хорошо.